Вот эта вот цепь, друзья, как вы думаете, для чего она? Чтобы не улетел дом, я думаю, да? Да. Тут никто не заведется? Нет. Мне не хватает здесь гардеробной. Не делайте никогда стандартные двери высотой 2 метра. Высота у нас совершенно другая и совершенно по-другому ощущается. Мне эта спальня гораздо больше нравится, чем хозяйская. Если сейчас зажигалка его пытается подбалить... Вы не сможете его зажечь. Друзья, всем привет! Вы на канале «Недвижимость без цензуры». С вами я, Писаренко Константин, основатель компании The Capital. И я знаю о недвижимости не понаслышке. И сегодняшний выпуск мы с вами снимем про вот такой прекрасный фехфарк. Еле выговорил это слово. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и погнали снимать. Друзья, сегодняшний выпуск мы проведем в Ривьере Санрайз. Это коттеджный городок ЭКО. ЭКО коттеджный городок. И Вячеслав, сам собственник, нам проведет экскурсию по этому коттеджному городку и покажешь, что же он строит. Кстати, этот коттеджный городок находится прямо на берегу Днепра. Я люблю воду, обожаю. Поэтому здесь мы как раз будем в моей любимой стихии. Вячеслав, расскажи, почему ЭКО и что ты строишь? Первое, о нашей локации. Мы находимся на берегу Днепра. У нас есть выход на фарватер. При этом мы закрыты плеядой островов. Это заповедники госзначения. Расстояние от южного моста 25 километров. За счет этого к нам не доходят все выбросы городские. То есть городской смог находится в 15-20 километров. У нас здесь чистейший кристальный воздух. В заповеднике у нас очень много зверья и птицы. Это доказательство чистоты. Заряжает энергией сама природа, сама вода. И родилась идея сделать что-то интересное. Использовать дома по технологии Fakwerk с панорамными витражами, с панорамным остеклением. Я постоянно тяжело мне выговорить это слово Fakwerk, правильно? Fakwerk, да. Fakwerk. С немецкого очень просто перевод каркас. Расскажи, что же такое Fakwerk и в чем отличие от других домов здесь? Технология Fakwerk позволяет делать нам большие витражные окна. Конструктив из клееного бруса. Это смырека. То есть у нас все несущие конструкции в интерьере. Это и стропила, и стойкие ригеля. За счет этого мы можем применять безрамное остекление. Это энергосберегающие стеклопакеты. Я поставил себе задачу сделать симбиоз каменного дома и Fakwerk. У меня это получилось. То есть наш дом каменный, энергосберегающий. Кровля и фасадная часть сделана по технологии Fakwerk. У нас здесь какой фундамент? Здесь плитный фундамент, утепленная шведская плита. Какой размер здесь окна этого стеклопакета, который вставлен? 2,45 на 2,90. Ого, ну то есть огромный стеклопакет. Да. Это три стекла, правильно? Двойной стеклопакет. Да, двухкамерный стеклопакет. Стекла компании Guardian. Энергоэффективные. Стекла Premium T. Первое стекло, оно работает летом. Отражает ультрафиолет. А третье стекло, работает зимой. Оно отражает тепло внутрь дома. Я предлагаю показать нашим уже подписчикам, как же выглядит этот дом изнутри, для того, чтобы было понятно его объемы. Какой здесь метраж общий? Значит, этот дом 165 квадратных метров, был придуман мной для семьи из четырех человек, чтобы этот дом, первое, был минимальный в эксплуатации, в отоплении, в содержании. И здесь было комфортно находиться семье. С четырех человек и даже была гостевая спаль. А расскажи, кстати, вот о самом доме. То есть, с чего он состоит? То есть, внешне он обшит, я так понимаю, деревянными конструкциями? Да. А что еще? Из чего все перегородки? И есть ли какие-то другие материалы? Постройки? Как мы говорили, фундамент это утепленная шведская плита, утепленная экструдером 150 миллиметров, монолитная плита 150 миллиметров, армированная. Наружные стены. Это газоблок компании Airoc, теплый марки D300, толщиной 30 сантиметров. Дальше идет наружное утепление экструдированным пенополистиролом 50 миллиметров и вентилируемый фасад с обшивкой массивной доской из смиреки 30 миллиметров. А, то есть, анатоника тоже? 30 миллиметров, да. А между смирекой и утеплителем воздушный зазор, который нам тоже дает дополнительное тепло. Ну, то есть, она отрезает точку холода? Да. Точку рассе отрезает экструдированный пенополистирол 50 миллиметров. За счет этого мы имеем расчетное сопротивление теплопередачи 6 для наружных стен. Это что значит 6? Может, не все понимают? То есть, это где-то, ну, допустим, это равно двойному кирпичу или нет, скажи мне? Это равно тройному кирпичу. То есть, это три кирпича, то есть, это, грубо говоря, 60 сантиметров в стене. Это метр стены. Метр стены даже. Это метр стены. Класс. Да. Класс. Дальше особое внимание я уделил утеплению кровли. Значит, стропильная часть у нас сделана из клееного бруса. Это смирека. Они в интерьере. Дальше идет сплошная обрешетка толщиной 30 миллиметров. И заводские сэндвич-панели с утеплителем пир. То есть, это заводская конструкция. То есть, мы покупаем и сразу же утепляем кровлю этими сэндвич-панелями. Скажи, ну вот у многих деревянные дома вызывают опасность, что он легко может загореться. У нас деревянные конструкции только витражная часть и кровля. Для того, чтобы достичь необходимой огнестойкости, мы покрываем специальным составом антиперена и защиту от древесины от гниения компании «Флюгер». Плюс огнестойкость клееной балки всегда лучше, чем металлической балки. Потому что она склеенная, она сухая, то есть она не поддерживает горение. То есть, если сейчас зажигалка пытается его подбалить, он... Вы не сможете его зажечь. А горелкой? Ну, горелкой у нас есть защита «Флюгер». Из чего плита? Плиты перекрытия. Было много вариантов. Сейчас популярны монолитные перекрытия, но мы склоняемся к круглопустотными плитами заводскими. Мы покупаем их у завода «Ковальской». Основное преимущество этих плит – это звукоизоляция и пошаговый шум. То есть, опыт показал, что когда ты делаешь перекрытия монолитные, даже делаешь слой звукоизоляции, все равно, когда детки играют наверху, это слышно внизу. Это 8-метровые плиты? Здесь у нас есть и 8,5 плиты, да. Это какие-то индивидуальные? Это серийные. А сколько здесь реально будет обходиться обслуживание такого дома, если брать по затратам на отопление, либо на охлаждение? Вот опыт прошлого года, этот дом уже зимовал, показал, что на отопление дома тепловым насосом обошлось 1000 кВт-часов в месяц. То есть, при тарифе гривна 70, это 1700 гривен стоит отопление этого дома. Это без учета ночного тарифа. Тепловой насос, он электрический? Тепловой насос электрический, воздух, вода. Компания «Панасоник» очень хорошо себя зарекомендовала. Другого утепления не нужны? Другого системы отопления нет. Также у нас центральная вентиляция с рекуперацией. То есть, мы еще дополнительно имеем возможность обогревать дом через центральную вент-машину. И эти две системы в комплексе нам дают вот такие хорошие показатели. Зимой сколько он может нагреваться? Легко 28 градусов. То есть, можно прогреть дом до 28 градусов? Да, очень легко. Кстати, вот ты уехал и забыл включить отопление, допустим. Дом замерзнет? Нет. За счет того, что дом энергоэффективный, есть такой показатель. Прогреть дом на, допустим, 24-25 градусов, выключить отопление, закрыть его и посмотреть, какое будет падение температуры за сутки. Если за сутки температура понизилась без источника отопления на 1-2 градусов, значит, дом энергоэффективен. Ну, в принципе, он так может и за две недельки и... Он где-то остановится в районе 80 градусов. 8-10, он ниже не пойдет, да? Ниже он не пойдет, да. Дом продается уже в готовом виде или он все-таки продается как просто строение? Продается под чистовую отделку, без инженерии. После этого мы работаем с заказчиком, делаем дизайн-проект и предоставляем полный комплекс услуг. Инженерия, отделка, дизайн. То есть, вот эта уже лестница красивая, которая здесь стоит, это уже не входит? Да, это под клиент. Это уже под клиентом. Я смотрю, что тут все именно эко, эко. Это у нас кухня-студия, да? Кухня-студия с лаунж-зоной. Сколько здесь метраж? Метров 35-40? Здесь 45 квадратов. 45 даже. Двойной свет и панорамное остекление, оно визуально нам дает плюс 30% площадь. Хорошо, если я хочу закрыть шторами, как мне их прикрепить на этом типе крыши? Два решения. Первое решение защиты от солнца, это наружные раф-шторы, вот они здесь показаны. Они полностью автоматически из привода. И есть решение, карниз шторы под деревянную балку, тоже автоматически от дергивания рукой они срабатывают. А верхние окна как закрыть от солнца, если хочется? Раф-шторами. Раф-шторами. А, вот этим раф-шторами. Впервые вижу такие дома, поэтому все интересно. Здесь сколько спален у нас всего? Три? На первом этаже хозяйская спальня и на втором этаже две спальни. Которая может быть одна детская, одна гостевая. То есть, в принципе, это такой минимальный комплект, правильно я понимаю, который у тебя есть? Да. А какие возможности вот таких домов в проекте? Есть версия дома площадью 178 квадратных метров, есть версия площадью 220 квадратных метров, то есть, это уже, ну, огромный дом. То есть, ну, это как бы компактно относительно дома, это все компактно. То есть, я так понимаю, ты ставил себе задачу, чтобы дом не потреблял очень много вот вашего кэша для его содержания. Я считаю, что это, ну, супер решение для людей, которые хотят жить за городом, но не хотят иметь обузу в содержании. Содержание, многих это пугает, содержание большого дома, отопление, уборка, ремонты. Вот этот формат для таких молодых прогрессивных семей. Вот здесь два санузла или три, я пытаюсь понять. Гостевой санузел, ванная комната в хозяйской спальне и на втором этаже большая ванная комната для двух спан. То есть, всего три санузла в доме, ну, то есть, в принципе, все есть. Да. А, скажем так, вот те проекты, которые ты озвучил, допустим, самые маленькие, какая бы минимальная стоимость вот в базовой комплектации с участником? От 150 тысяч. Это сам дом? Да. И участок отдельно идет? Да. А какая вот стоимость участка на Санрайсе? От 7 до 12 тысяч за сотку. За сотку? Ну, в принципе, доступно, с учетом того, что здесь есть выход на воду. Да. И можно приводниться, да? Каждый участок имеет свой выход на воду, причал, то есть, можно сделать свой собственный причал. Поэтому люди, которые любят и уважают отдых на воду, на воде имеют гидроциклы, лодки, яхты. Это решение идеальное. Вы можете шварцоваться прямо у дома. Кстати, я рассказывал о яхтах. Вот ссылочка на Каннский фестиваль. Поэтому, если вы еще не посмотрели, обязательно переходите посмотреть. И раз вы смотрите это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик и погнали дальше. Мог бы ты показать вкратце, что же здесь еще есть? Кухня с островом. Полностью интегрированная с оборудованием. Здесь два холодильника. Здесь измельчитель, осмос, духовой шкаф, вытяжка, поверхность. То есть, все это врезано в интерьер. Верхние шкафы идут до перекрытия. Какая высота, кстати, до перекрытия на первом этаже? Мой любимый вопрос. 3,20. 3,20? 3,20. Было? Было, да. Соответственно, сейчас 3 метра высота потолка. А я пытаюсь понять. А, вот вентиляция здесь идет в этих трубах под нацелом. То есть, он такой а-ля лофт? Да, эти воздуховоды решают нам полностью отопление и охлаждение этого помещения. А охлаждает до скольки, допустим, мне интересно? Это лето показало, было на улице 35 градусов. Мы смогли охладить дом до 23 градусов. Я смотрю, здесь это липопример. Уже лежит доска паркетная. Да, это специальная паркетная доска для теплого пола. То есть, теплый пол здесь есть? Да, в энергоэффективном доме отопление низкотемпературное. Теплыми полами. Это самая эффективная и самая комфортная система. Друзья, впервые вижу такие дома. Мне вот это само очень интересно. Давай покажем нашим парочкам, что же это за дом. Значит, первый этаж, зона, мы уже рассказали. Гостиная, кухня. Здесь у нас основной вход. Здесь у нас справа гардероб. Здесь у нас топочная. Ух ты! А это расширительная емкость или что это? Топочная, это бак ГВС, это гидроаккумулятор и сам тепловой насос. К этому насосу идет этот гидроаккумулятор? Гидроаккумулятор. Это система отопления, да. Низкотемпературная система отопления. ГВС. ГВС это что? Горячая водоснабжа. А, вот это вот оно. Это, да, душ. То есть, это как бойлер большой, да? Да, это большой бойлер. Это литр 200 или 200? 300 литров. 300 литров. И с этим всем справляется тепловой насос Панасоне. То есть, он получается и воду греет, да? И тепло дает. То есть, это все одна машина? Одна машина. Тепловая насос. Такая стоимость этого изделия? Около 7500 евро тепловой насос. А установка? Вот, и установка где-то около 1000. А, ну то есть, в принципе, доступна. Вот это все нам дает такие высокие характеристики энергоэффективности. То есть, если бы не был дом утеплен, не был герметичным, не было центральной вентиляции, мы бы не достигли 1000 кВт часов на отопление. Я просто не знаю, сколько обычно для такого дома? Вот сколько обычно, а сколько здесь получилось? Ну, если бы был здесь газовый котел, то стоимость отопления была бы где-то около 8000 гривен в месяц. А мы имеем 1700 гривен в месяц. Круто. Вообще реально круто. Я так понимаю, что еще эту крышу можно использовать за счет того, что это тип крыши. Можно поставить батареи еще. Солнечный коллектор и получать горячую воду. Можно поставить солнечные батареи и получать электроэнергию. Солнечный коллектор это такие трубки, да? Да, это трубки, которые позволяют. Это больше для южных регионов. У нас тоже это было популярно. А сейчас не очень, потому что зимой эта система не такая эффективная. Но батареи ты можешь поставить и получать еще как бы себя отапливать. Да, да. Кстати, не просчитывали, сколько будет стоить батареи вот на такую крышу? Ну, около 5000 долларов. 5000 долларов. Все? Да. Солнечный коллектор, который нам полностью даст автономность дома летом. То есть летом нам не нужно будет эксплуатировать тепловой. А если брать батареи, сколько будет стоить солнечные батареи? Хороший комплекс солнечных батарей на 10 киловатт это где-то около 12 тысяч долларов. В солнечное время, да, мы можем получить полную автономность. Круто. Реально круто. Вот это такие фишки меня впечатляют. В наше недешевое время, проживая, как ты тратишь на каждом моменте, здесь есть возможность экономить. Вот у тебя в поселке есть ситуации, когда отключается свет, когда облэнерго, да, получается, здесь перестает подавать свет? Какие-то вот эти проблемы с отключением, они существуют? У нас очень хорошая категория запитки, поэтому у нас выключают свет на период 15-30 минут, и это бывает очень редко, раз в месяц. Короче, моя идея с батареей и с солнечными панелями может пригодиться. Конечно. Как раз, чтобы выйти из этой ситуации. Хозяйская спальня имеет ванную комнату полноценную с ванной, с душем, с унитазом. Выход на улицу, это очень удобно. То есть, проснувшись, выйти и погулять по травке. Мне знаешь, чего не хватает здесь единственное? Мне не хватает здесь гардеробной. Вот я люблю, я, может, шмоточники, у меня супруга такая. Правильно. И вот хотелось бы такую большую гардеробную, куда это может быть? Гардероб, здесь вот большой шкаф у нас до потолка, и здесь у нас шкаф. То есть, просто двумя шкафами? Да. В больших домах, я так понимаю, в больших домах есть больше возможностей? Там отдельное помещение, отдельная гардеробная в комнате. Потому что в наше время женщинам надеть нечего, а положить некуда. Ну все, ну сдаюсь, честное слово, что случилось? Говори. Мне нечего надеть. Обращаем внимание на потолки. Вот центральная вентиляция. Замаскированная. Да, одна щелевая решетка, которая нам даст и тепло, даст свежий воздух. Вентмашина имеет датчик СО2, поэтому если приходят гости, вентмашина автоматически перейдет на более скорость, режим работы вентиляции. Тут запас есть у него, да, в большинстве? Вентмашина 1100 кубов. По нормам у нас необходимо 60-70 кубов на человека в час, а мы даем 1100 кубов. То есть это 15 человек может спокойно гулять в вашем доме, отдыхать. Класс. Сколько здесь высота в холд? Здесь высота 8 метров. То есть 8 метров в коньке. 8 метров в коньке высота. Класс. А вот в самом нижней точке второго света сколько там? 5200. Масштаб впечатляет. Здесь будет диван. Здесь диван, мягкая зона. Здесь можно установить и камин. Вентмашина имеет режим камина, когда она больше подает воздуха. А, то есть на 20%. Устанавливается отдельно камин. Ну, обычный ли здесь камин с дровами? Обычный камин дровяной, да. Вот в этом доме у нас есть пример. Для меня пока, то есть и оно как-то вот все, вентмашина это все забирает? А смог вот это все? Нет, дымоход мы делаем. А, дымоход будет же? Дымоход будет, конечно. Но для того, чтобы для работы камина, так как ему нужен свежий воздух, вентмашина переходит в режим камина и дает на 20% больше приточного воздуха. Хорошо, а я вот пытаюсь понять. Вот в готовом доме я покупаю, а если он не был предусмотрен, уже его не сделаешь? Можно. То есть можно крышу как-то пробить, да? Да, делается проходка, уплотнение, как положено. И либо даже швы как-то, да? Да, швы, да. Ничего себе, вот этого заморочилось нормально. Да, лестница, да. Лестница выглядит очень симпатично. Я понимаю, что когда она будет натуральная и выглядит реально. А что это за шпон используется? Это дуб. Это термообработанный дуб. За счет того, что у нас кровельные балки в интерьере, во-первых, мы задаем сразу же интерьер, а второе, мы получаем объем. Это значит, что еще плинтус скрытого монтажа, да, сделали специально здесь? Детская. Детская. Сама она небольшая, 14 квадратов, но за счет панорамного окна и двух мансардных окна мы вполне здесь нормально, комфортно себя чувствуем. Мы также можем открыть в летний день. Это окна VELUX. К ним дополнительная опция системы автоматики. Можно открывать их от датчика CO2, можно открывать с телефона, очень удобная штука. То есть привод ставится? Привод ставится, да, на все окна. Ну смотри, вот комната, я стою так понимаю, метров 12, да? Может, с моим ростом этот вопрос возникает? Мы высокие, да, вот во втором и третьем проекте мы уже учли. Мы сделали, мы там будем сегодня, мы сделали повыше. Там все-таки мансардный этаж, да. Да, ну вот как бы хотелось бы сантиметров 30-40. На 30-40, вот в том проекте мы на 40 сантиметров подняем. А как здесь вот решается ситуация со шторой, как бы, чтобы ее как-то... Ну, я люблю уют, люблю, когда есть шторы, вот допустим. Как тебе повесить ее здесь? Ну, это вопрос с декоратором. Пусть они и думают, да? Да, пусть они и думают. Я думаю, сейчас достаточно интересных систем. Ну, в принципе, для детской, там стол, я так понимаю, да, был предназначен? Да, вот здесь вот рабочий стол, здесь шкаф, в шкафу будет решетка вентиляционная. Это вентиляционная, это заканчивается. Да, это свежий воздух, то есть в каждую комнату у нас подается свежий воздух. А вытяжка там, да? Ага, все, я понял. То есть все это продумано. В каждой комнате есть приток и вытяжка, да? Да. Хорошо. А вторая спальня у нас гостевая. Вторая спальня гостевая с панорамным большим окном, прошу. Ну, кстати, она побольше, она поинтереснее. Она поинтереснее. О, здесь нет стеклопакета, да, получается? То есть вот так вот он сюда вклеивается. Да. И все. Ну, здесь он для шумоизоляции, так понимаю? Да, здесь стоит однокамерный стеклопакет, только для звукоизоляции. Потом еще будет книжная полка, очень интересное решение. То есть книги будут создавать приватность, да? То есть можно будет количеством книг регулировать свет, который попадает. Поэтому тот, кто читает, очень удобно. Ну, это единственный такой, наверное, минус этих крышек, что вот уют дать сложнее в плане того, что, ну, штора дает у нас много уюта, да? И вот уют дать сложнее за счет того, что ее нет. Ну, классно, что ты выходишь и все видишь, у тебя все как на ладони. Кстати, я бы хотел, наверное, даже хозяйскую спальню здесь. Здесь, исходя из того, что ты раз в спальне, раз ты смотришь, что там дети делают. Особенно для мамочек, а те, которые любят контролить, и смотреть, что там с детьми, очень-очень удобно. Мансардные окна, два окна открывающиеся. То есть я правильно понимаю, что здесь еще за счет того, что не ставится алюминий, к примеру, да, который применен на дверях, здесь происходит такая глобальная экономия, то есть стеклопакет стоит примерно втрое дешевле, чем алюминий. Ну, мы делаем самые дорогие стеклопакеты, стеклогардиан, но за счет того, что безрамная технология монтажа в клееную конструкцию, в деревянную конструкцию, это дешевле, чем делать это доступно, потому что хорошая алюминиевая система, это 500 долларов в квадратный метр. А разве теория, допустим, что дерево, оно вот движется, да? У нас все конструкции это клееные балки, то есть они предварительно высушиваются, они потом склеиваются специальным способом под прессом, и такая уже клеенная конструкция, она уже устойчива к воздействию. Ну, то есть не будет такого, что порвет стеклопакет имя до того, что будет его выкручивать дерево, как оно любит крутиться? Здесь этот дом был построен в мае 2020 года, то есть полтора года. Полтора года, да? Полтора года, да. Балки эти не гуляют, да? Нет, мы также научились делать из таких же балок навесы для автомобилей наружные. А гаражи есть, кстати? Навес для машины, он может трансформироваться в гараж. Можно, да? Обратить внимание можно на двери. В скрытии монтажа. Да, это сейчас топ. Всем рекомендую, не делайте никогда стандартные двери высотой 2 метра. Делайте двери как можно выше, ну как минимум 2,50. Столько таких решений разных интересных. Вот эта вот цепь, друзья, как вы думаете, для чего она? Чтобы не улетел дом, я думаю. Да. Расскажи, что это за решение такое? Это решение водосточной трубы, водосточная система. Вода уходит по цепи в дождеприемник. Я, кстати, пытаюсь понять, а когда это будет зимняя погода? Это будет такая сосулька красивая? Это будет сосулька для того, чтобы это не было поставить антиобледенительную систему. Ага, прикольно. Давай покажем сам участок и давай расскажем о фишках. Те, которые есть у твоего коттеджного городка. Какие есть конкурентные преимущества, то чего нет у других? Ну, как мы говорили, панорамные окна, дом энергоэффективный, энергосберегающий, то есть минимально на отопление. Дом сделан с эко-материалов. Интерьерные решения уже заданы. Это интерьерные балки деревянные. Очень редко кто делает. Минимальное количество гипсокартона. Я противник гипсокартона. То есть все должно быть быть экологичное. К примеру, фасадная облицовка, массивная доска с мэрэка толщиной 30 мм. Ее не покрутилось, где-то по 2 года уже дома. Она стоит, ну, кроме как нижняя, я смотрю, что у нижней там. Я так понимаю, вижу какие-то. Ну, там просто не было отмостки. Но на самом деле, вот вентилируемый фасад с мэрэка 30 мм, покрытая двумя слоями флюгер, системой защиты флюгер. Это западная сторона. Здесь дождь, снег. С ней ничего ее не покрутило. Сколько она будет стоять? Она будет стоять 5 лет. Через 5 лет ее нужно заново покрыть. А, и все, да? Да, и все. Двери деревянные, панорамный стеклопакет в стиль. Вставки на фасады с вальца. Это вальцованный металл. У нас крыша покрыта таким же металлом. И на фасаде мы еще вставляем. То есть она такая же? Да, и за счет этого мы связываем кровлю с фасадом. То есть это идеальное сочетание графитового темно-серого и рыжего с деревом. Я думаю, друзья, что мы рассказали вам более подробно о всех деталях этого дома. И если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Дома в современном стиле с плоской кровлей. Тоже с технологией Фахверк. Значит, и вот Фахверк версии 3 площадью 220 квадратных метров. Тоже навес есть? Да, навес для двух автомобилей. Причем мы обращаем внимание, навес сделан из тех же клеенных конструкций, из смиреки, дерева. У нас есть такой навес, который уже перезимовал, прекрасно себя показал. И дальше мы сверху покрываем стеклом восьмеркой. Вверху, да? Да, на балке ложится каленое стекло. Вот, и за счет этого мы защищаем автомобиль. Тут есть стекло небольшое для того, чтобы вода стекала. Да, стекло применяем энергосберегающее. И лучи солнца даже зимой моментально лед тает. Вот стоит подняться солнышку, ночной лед растает. Ну, так понимаю, при необходимости можно сделать здесь открывающиеся ворота, да? То есть это для двух машин, правильно? Да, два джипа. Здесь прекрасно. А где, что это яма, как все делают, чтобы была яма, чтобы можно было поимонтировать? Это на СТО, это на СТО. Каждый должен заниматься своим делом. Вход, тамбур, гардеробная слева для повседневной одежды. Здесь стопочный, где будет тепловой насос установлен, и вентмашина. Кстати, вот, друзья, можете посмотреть, с чего состоит дом до момента отделки. Это газоблок, аэрок. Очень хороший материал, экологически чистый. Ну, потому штукатурится, правильно? Да, делается разводка электрическая, слаботочная, и потом штукатурить. Высокие двери, как ты любишь. Да, 2,50, здесь уже 3,40 высота до перекрытия, круглопустотные плиты. Справа у нас может быть гардероб, либо большой гостевой санузел с душем. Есть также маленький гостевой санузел, кладовка для кухни, рабочая зона кухни. Тут намного больше кухни. Здесь больше и площади, так понимаю, да? Да, 220 квадратов, здесь уже 60 квадратов санузел. Ну, то есть, вот уже, да, мощь. Он выше, ну... Лестница попроще пока стоит, конечно. Да, каминный зал. И, внимание, здесь мы впервые применили в частном строительстве стеклопакеты размером 2,55 на 3,20. То есть, это как витрины бутика. А это восьмерка или шестерка? Здесь десятка. А, десятка. Здесь 10, 8, 10. А сколько же свесит он? Такой стеклопакет весит 570 килограмм. Это специально, как это манипуляционная машина? Манипулятор, присоска, да. Вот. Класс. Я таких, кстати, еще, ну, именно в частном строительстве, да, я действительно не видел. На первом этаже хозяйская спальня с гардеробом. То есть... Гардероб такие есть уже? Да. Своя ванная комната. Хозяйская спальня, первый этаж. Тоже имеет выход на улицу. Утром проснулись, мы выходим. Панорамное стекло. Здесь алюминиевая система, да. АЛИТЕК. АЛИТЕК. Это завод, который выкупил Херман. Здесь сколько? Метров 20? 18 сколько? Здесь надо открыть 22. 22? 22. Это гардероб. Но все равно маловато. Маловато гардероб, но для современной женщины надо, чтобы она была в два раза больше. Для этого вот эту перегородку трансформируем сюда и делаем большой гардероб. То есть есть такая возможность? Да. Это перегородка. Плиты, вот посмотрите, как выглядят эти плиты изначально. Тут метров 12 уже плита? 9800. 9800. А вот эти вот швы, мне всегда интересуют, они вот, нет там какого-то пропускания звуков и так далее? Меня вот плиты всегда именно этим смущали. Плиты это самое лучшее за счет монолитности и веса, самое лучшее решение. Сколько здесь спален наверху? Здесь три спальни. Здесь уже три спальни, то есть добавляется одна спальня? И высота уже, я смотрю, выше. Выше, да. Я уже головой за спальни. Хорошо. Пока мы поднимаемся, подписываемся на канал, ставим лайк и колокольчик и продвигаемся с нами. Вячеслав у нас говорит по телефону, хочу вам сказать, что вот высота у нас совершенно другая и совершенно по-другому ощущается. Вот это классно, когда есть такая высота, у вас возможность здесь применить уже нормальную штору. То есть вот это уже классное решение. 220 метров, я думаю, что и площадь для дома, это она более, скажем так, соответствует коттеджу, да, и соответствует цене, премиальности. Поэтому 220 метров, как по мне, это тот минимум, который необходим в загородном строительстве. Вот это одна спальня, я так понимаю, уже? Да, спальня с мансардными окнами, ванная комната, большая ванная комната. Да, не меньше. Здесь детская или кабинет. Кабинет вообще как ванная. Очень интересная еще одна спальня с видовым витражом. Здесь будет витраж, как мы видели на фахверке 1. Будет стеклянный витраж, а это ванная комната. А, еще для этой гостевой спальни. Да, идея здесь поставить ванную. И человек, принимая ванную, любуется пейзажем. Не, ну в этом дальнем плане да, конечно же. Кстати, я вот, если честно, мне эта спальня гораздо больше нравится, чем хозяйская. Потому что, ну вот мне вот классно, когда есть возможность, я бы ее, наоборот, либо как-то ставить. Можно объединить, да. Можно сделать большой блок. То есть здесь очень много. Сколько здесь метров? А метра три есть? Здесь 3.20. Ну то есть, чтобы поставить кровать. Кровать 2.20 и остается у нас метр, метр два. Здесь есть какая-то своя такая фишка. И вода как раз здесь видна со второго этажа уже. То, что мне тоже нравится. Кстати, а что это за такая фишка? Это пропениваете еще? Да, мы наружную кладку газоблока, ввиду того, что это энергоэффективный дом, мы делаем на клей-пени. Не на клею обычном. Ага, я понял. За счет этого мы получаем герметичность дома. И у нас плюс 10% тепла сохраняется за счет этого. А крепость не нарушает? Нет, клей-пена, саудал, никаких проблем. Скажи, сколько вот этот участок, да, сколько здесь, ты говоришь, всего соток? 26 соток. То есть 20 продаваемых, то есть которые и 6? Здесь 12 соток в собственности и 14 прибрежная территория в аренде. Сколько вот этот дом, 220 метров и участок будет стоить и того? Сейчас действует акция, этот дом можно купить с участком за 350 тысяч. Чего? Зеленый. Долларов. Здесь и конек выше, да, уже это понимаешь? Здесь и конек выше. Сколько здесь? 9 метров. 9 метров высоты. Класс. Развижная система. Это же какую елку можно поставить? Да. Кстати, вот еще мне нравятся дома с двойным светом, да, что у вас возможность здесь поставить елку, как вот американских вот этих вот фильмов про рождество. И тогда ваши дети на балкончике будут наблюдать за всем праздником. Развижная система высотой 3 метра, теплая, позволяет нам быстро выйти на террасу. Учитывая, что у нас здесь кухня-столовая, мы можем быстро взять и накрыть стол на террасе. Терраса довольно-таки большая, я хочу сказать, да? Да, терраса у нас 4 метра шириной и длиной 15 метров, 60 квадратов террасы. 60 квадратов террасы. Тут можно пати устраивать. Да, да, дискотека, праздники. То есть это топ отдыха летом всей семьи с друзьями. Участок 26 соток, вот видно воду. Вот, здесь красивый закат, солнце. Сделан причал, вот, собственный причал. Длина причальной стенки здесь 25 метров. Здесь можно легко две лодки держать. Ну, две тридцатки, сороковочки даже должны, по идее, поместиться. Да, да. А вот второй фехворк не на одном участке, или это уже другой соседний участок? Это соседний участок. То есть здесь два участка по 26 соток. Два дома. То есть можно какой-то зеленой изгородью разгородить? Разумевается забор и стуй высотой 2,50. Они как раз создадут уют. Оно как бы эффект вводит вот этого от открытости? Да. Тут уже сделана тоже береговая линия? Да. Береговое укрепление входит сейчас в стоимость? Да. В эту стоимость входит... В 350 тысяч? Входит причал. 25 метров причала. То есть это очень хорошее предложение. А самое главное, будущему хозяину не нужно заморачиваться, искать подрядчика, все это разрывать. Это уже сделано было до... Это у каждого из домов 25 метров? 25 метров причальной стены. Причем железобетонный, не пластиковый шпунт, а надежный железобетонный причал. А кстати, многие делают пластиковые. Намного дешевле получается? Или что в чем-нибудь? Цена сейчас одинаковая. Раньше было дешевле, но по надежности он не такой. Сантиметров сколько? 40? Здесь 40 сантиметров, здесь причальные панели толщиной 20 сантиметров. А на сколько глубину она уходит? 4 метра панели. 4 метра, глубина у причала 1,20-1,50 метра. И 3 метра еще уходит туда. То есть она не уйдет туда? Нет. Здесь уширение канала, то есть здесь, пожалуйста, разворот любой лодки. Это самые лучшие два участка. С этой стороны? С этой стороны, да. И налево выход на фарват. Красота. Тишина такая, что мне нравится. Для тех, кто тишины хочу тишины, для них уникальная возможность иметь участок возле воды и наслаждаться. Вечером жабки квакают? Да. Сейчас это очень модно. Я нашел в Швейцарии отель, где лечат пением лягушек. Сделали водоем, завезли лягушек. Люди там спят, проходят терапию, лечение лягушек. Я водяной, я водяной, поговорил бы, кто со мной. А то мои подружки, пияшки, лягушки. А тут все свое. Ничего не надо завозить. А из опыта тех участков, которые ты продавал, все ли имеют свои водные транспортные средства? Ну, каждый второй. Но сейчас это становится популярно. Вот сосед заказал на следующий год гидроцикл RXT. Потому что отсюда на гидроцикле при скорости 90 км в час 20 минут до Южного моста, до Ривьера. Неплохо, только прическа подгуляет немного. Да, здесь территория бич-клаба для всех жильцов. Здесь мы сделаем спортивную площадку, сделаем бассейн, сделаем какой-то кафе-бар. И здесь могут все отдыхать. То есть такая будет общая тусовочная зона? Да. Какая инфраструктура планируется на территории? Какая близость к инфраструктуре? К школам, садикам, магазинам большим? Территория. Ну, у нас в городке детская площадка, спортивная площадка, охрана. Ближайшие магазины у нас село Процев, село Вишеньки. Сколько это? Это 3 км Процев. Там есть магазин большой какой-то? Есть хороший магазин, да. Дальше рестораны. Ну, топовый ресторан Зафирана, 8 км. Причем Зафирана делает кейтеринг, привозит еду. Мы можем заказать, они привезут. Кстати, а ракета доезжает? Тут ракета, там, Глова, заказ с города доезжает? Да, да. Не отказывается от заказов? Не отказывается от заказов. То есть если мы сейчас закажем суши, нам привезут? Да. Школа есть в Золочи, Бритиш школ. Шикарная школа будет открываться 25 декабря. Большая государственная школа в Процеве. Это 3 км. Прямо будет общеобразовательная? Да, общеобразовательная большая школа. Это по программе Великобудивныство будет открывать президент 25 декабря. У нас здесь есть конюшня, конюшня Бутенко в Процеве. У нас еще одна конюшня на въезде в Процев. То есть любителям конного спорта есть то, чем заняться? Да. Спа-центр Виш в Золочи, 8 км. Также есть для любителей рыбалки, эксклюзивной рыбалки. Это Селфиш, это Киев, это 40 км. По этой дороге, я так понимаю, это минут 40 и ехать, да? Причем он пользуется большой популярностью. Он от Киева на 80 км стоит. И люди туда ездят. Я знаю, знаю, многим нравится очень. При его недешевой цене, кстати, я хочу сказать. 300 евро. Стартовая стоимость, да? Да, да. Планируешь, кстати, ли ты делать сюда переправу на правый берег или какой-то водный такси? Это на самом деле просто решить. Здесь будет всего 30 минут до Южного моста. Я думаю, что когда мы будем иметь уже там все семьи, определимся с семьями, мы сможем купить на городок такое водное такси, такой катер. Да, у нас еще одна из преимуществ моего городка, это своя вертолетная площадка. Будет своя вертолетная площадка? Она есть. А уже есть? К нам летают с гидропарка. Это 10 минут всего. Былоке будебництво до школы не будет идти? Есть проект, если они его пробьют, то будет дорога с Позняков сюда прямая. Друзья, надеюсь, этот выпуск был для вас полезным. Сегодня с Вячеславом мы вам рассказали о эко-коттеджном городке Ривера Санрайз и... Правильно сказал? Да. Правильно. Спасибо. Ждем в гости. Спасибо тебе. Друзья, ну приезжайте в гости. Я думаю, что есть, что посмотреть для себя здесь. И это достойный выбор для каждого, кто хочет жить за городом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи. Друзья, сегодняшний выпуск мы проведем в Ривере Санрайз. Правильно? Да. Можете не разговаривать? Во время нас сбиваете. Отлетай, давай. 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 Отлетай, давай.